Друзья, решила включиться, я не знаю, видно вам, какие в этом году горы снега у нас, во дворе, на улице, просто невероятное что-то. И все, кого не встречу, все говорят, что такой зимы не помнят. Посмотрите, что творится за окном, просто очень много снега, но уже нет как такового мороза. Сейчас вот, по-моему, минус 3 минус 4, уже так комфортно. Уже и котел я понизила в температуре. Ну, не знаю, что покажет еще февраль. Может быть, в феврале еще будут морозы. Самый максимальный мороз у нас был минус 27. В Подмосковье, в Москве, там вообще были за 30 морозы и очень-очень много снега. Ну, в общем, настоящая зима. Ну, а я иду в поликлинику на процедуры. Вот. Да и немножко подышать. Уже надоело дома сидеть. Мне кажется, вес прибавляется, хотя я сижу на диете. Ну, потому что мало движения, мало физической нагрузки. поэтому отсюда и результат. Ну, вот, хотя бы еще неделю мне ходить. Даже немножко больше недели, хотя бы какое-то движение будет. Вот. Ну, что сейчас дома? Снег почистить совсем чуть-чуть, покушать, приготовить. Ну, это такое. Это не те дела, которые были летом, весной. Так что с нетерпением жду весны, жду тепла, чтобы те задумки, которые есть в голове, начать уже притворять в жизнь. Дороги у нас чистятся. Правда, не всегда вовремя, но все равно чистятся. Какие-то перебои с водой в этом году у нас. Вот у Анечки так вообще бывает, и по двое суток нет воды. То ли там меняют что-то. Ну, в общем, в те годы, два года назад, вот как мы здесь выключали воду, но не на так долго, чтобы двое суток не было воды. Это, конечно, тяжело. Хотя у людей, наверное, похуже есть положение. Так что не будем роптать. Сейчас вот перейду трассу. Уже подходим к трассе, и там уже начинается и воздух другой, и шум. У нас-то тихо и свежо. А вот кто живет поближе к трассе или вдоль трассы, тем я не завидую. Поэтому, кто ищет дом где-то в провинции, обращайте на это внимание. Это очень-очень важный момент. Вот, подальше от трассы, чтобы было тихо, спокойно и свежий воздух. Ладно, я сейчас переключусь, покажу вам. Меня вы уже видели. Очень давно вы меня не видели. Кстати, нашла старый снуд. Вот так вот он как-то подошел к этому комплекту шапочки и вот этого короткого воротничка или маленький снуд. Как-то все вписалось. Вот, сейчас покажу, какие горы снега. И то, это уже подтавил снег. Но еще очень много осталось. Вот сейчас, вот сейчас, вот там очень много снега. Видите, какие горы? А здесь, возле пятерки, так вообще, горище снега. Вон, посмотрите, какая гора снега. Ну, а мне к поликлинике буквально еще пять минут. И я на месте. Вообще, очень удобное расположение у нас. Вот, сколько снега. Так, сейчас быстренько-быстренько надо перейти. Пятерка эта тоже выручает рядышком с домом, когда сильные морозы были прям. Хоть и центр недалеко, 10-12 минут пешком. Но, когда в мороз и ветер, и пурга, то хочется поближе. Вот, посмотрите на наш Чеплыгин зимой. Вот так вот наш городок выглядит. Ой, а я пошла даже в другую сторону. Сейчас вернусь. Что-то заговорилась я. Мне сегодня в поликлинику не в ту нужно. Не к докторам, а на процедуры. Которая на процедуры в ту, ближе, наверное, пройти другой дорогой. А вообще, городок, так это, лучики такие от центра расходятся, улицы. И можно прям с любой улицы попасть куда надо. Ну, конечно, зная немножко город. Хотя, что тут его знать. Он у нас маленький, аккуратненький. Вот здесь тротуар не чистится. Ух! Камера у меня... Камера завалилась. Здесь вот так. Слышите, какой... Какой шум от дороги. И вот... Вот трасса. И вот они, дома. Конечно, вот этим вот людям всё слышно. И не очень приятно пахнет, так скажем, от дороги. Вот. Вот хороший домик. Как называется? Вот эта отделка забыла. Black House, по-моему. Наш строительный магазин. Тут там не всё можно купить, но по мелочи тоже выручает. Хотя многие вещи мы покупаем на Озоне. Что-то Лёша из Москвы привозит. Ну, мы что-то и здесь покупаем. Вот, смотрите, сколько снега. Представляете? Вон какие горы. Да, снежная зима. Посмотрим, какое будет лето. Говорят, жаркое и засушливое. Вот люди порасчищали тоже. Мне нравится, что здесь практически всё рядом. Везде можно дойти пешком. Я не знаю, говорила я или нет. У нас подорожало такси. Было 70 рублей. Сейчас 120 рублей по городу. Ну, а в два конца, если съездить, это уже 240 рублей. если поехать в Заречье или в Кривополяне, то туда, наверное, ещё дороже. Потому что я знаю, что когда было 70 рублей, в Кривополяне было 100 рублей. ну, вот как-то и подумаешь, то ли пешочком пройтись, то ли на такси. Ну, нет, бывают случаи, когда что-то болит, не можешь идти, тогда такси вызываешь. или в магазин что-то тяжёлое нести. Тоже такси вызываешь. Я так и не поняла, как ходят здесь автобусы и ходят ли они вообще. Ну, наверное, это вообще неудобно. Может быть, и ходят, расписание надо знать. В общем, я так и не знаю, как здесь с автобусами всегда пользовалась такси. Ну, а с другой стороны, если, допустим, с дочкой куда-то поехать, то получается вроде и недорого. Заплатил 120 рублей, сейчас, по-моему, 60 рублей поездка в метро стоит в Москве. Ох, как дом сделали деревянной резьбой. Вот в эту поликлинику, которую нам построили в том году, здесь детская консультация и... ой, детская поликлиника и женская консультация. И вот в этой поликлинике сейчас я дорогу перейду, о, телефон сел и пойду на процедуры. Ну, в общем, на холоде телефон садится быстро. Вот видите, как я поговорила с вами и практически пришла в нашу поликлинику. Вот такое вот здание новое. Детская и женская консультация. Все, друзья, не буду до конца убивать телефон. Может быть, Лешек позвонит, а я буду недоступна. отключаюсь. Посмотрите на эту картину. Шпулька кушает, а мамочка ждет. Здесь еще рядом сидел наш Монька, тоже ждал. Раньше они вообще не ели шебу, я имею ввиду влажный корм. Ели его только сухой, у них здесь роялка нет. Ну, и там иногда вареную курочку со стола, или там кусочек сливочного масла, ну, такое. А шпулька у нас ест только влажный корм. И мясо, курицы я иногда отвариваю, иногда просто кипятком обдаю несколько раз, потом охлаждаю и она кушает. Больше она ничего не ест, сухой корм вообще не ест. И вот все остальные, кроме Пуси, то есть Кузьма, Маруся и Муня, тоже стали кушать этот влажный корм. Пока я не рявкну, то есть я выкладываю влажный корм, шпулька в стороне, а эти все со своими мордочками лезут кушать. Вот пока я не рявкну, что в первую очередь шпуля должна покушать. Они не отходят. Но все-таки понимают речь. И вот Маруся сидит, ждет. Если шпулька что-то оставит, значит потом будут доедать все. Кстати, отвечу по поводу вязаных ковриков. Очень много комментариев по поводу того, удобны они или нет. Вот вы видите вязанный ковер крючком. Волна называется. Я уже не помню. Наталья как-то ее на канале вообще я по ее мастер-классу вязала. Вот этот коврик удобный для ходьбы. Потому что он плоский, он практически не движется, он тяжелый. Здесь много пошло хлопкового шнура. Это не полиэфирный шнур, это хлопковый шнур из магазина Нити Добра на Вайберис. Вот этот коврик удобный. А те коврики, которые я вязала более объемные, те менее удобны и они служат больше как декор для вашего дома. Поэтому, если хотите, чтобы это было и удобно, вяжите вот такой гладенький коврик, о котором вы не будете спотыкаться. В общем, он будет вам служить так скажем, более во всех случаях жизни. То есть, и как декор, и как удобный коврик для ходьбы. Вот что я имела в виду. Вот этот рельефный, более выпуклый ковер или коврик, он, конечно, вот здесь украшает уголок и больше используется как декоративный коврик. Что-то с резкостью как-то стало. Ну, да ладно, как есть. И вот этот тоже. Мы особо по вот этим коврикам не ходим. Как сказать? Ну, он вот в уголочке комнаты находится. Не по центру. Его можно еще больше придвинуть к комоду. И служит более как декор дома. Вот. мне очень нравится. Кому не нравится, не вяжите. У вас другой вкус. И поэтому покупайте или вяжите другого плана ковры или вообще их не вяжите. Для кого-то это вообще пылесборники. У всех сложилось разное мнение. ну, а я не представляю дом без вот таких небольших украшений, сделанных своими руками. Что салфеточки, снежиночки, которые были сначала снежинки, потом вот салфетки, какие-то вязаные подушки, коврики, вот такие вот сделанные своими руками. Вот такие вот вещи. Вот такие небольшие поделки. Я не представляю дом без вот таких вещей. Вот здесь вот тоже уголок сплошных вязаных вещей и сплошных каких-то украшений для дома. Вот эти картины, сделанные из полотенец. Полотенце в рамочке белорусский лен. Ну, в общем, как говорится, каждому свое. вот наша банды собралась. Кузьму там в темноте практически не видно. Здесь у нас Монечка, Маруська в одной из квартир. Шпулечка покушала, намывается. Ой, потягушки, потягушки. Вот. Вот они все. Теперь шпуля наелась. Теперь вот они все подходят и доедают. Доедают то, что не доела шпулька. Еще где-то пуси наша пятая кошечка. Тоже где-то в одной из комнат. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня 29 января. Незаметно пролетел январь и еще один месяц зимы и будем уже думать о тепле, весне, о новом урожае, о новых саженцах, семенах и так далее. Как же быстро бежит время. Давно не общались. Я там немножко вчера сняла видео. Ну, в общем, добавлю в это видео. Вот он, разлегся наш парень. Моня. И так пообщаюсь с вами да можно сказать ни о чем. О своих мыслях, чем я сейчас занимаюсь и может быть кому-то эта информация пригодится. Да, Муничка? Да, мой сладкий? Да, мой толстый? В общем, в основном разговор пойдет о здоровье. В последнее время много чего случилось в моей жизни жизни и я так это хорошо стала задумываться на тему здорового образа жизни. Может быть, кому-то уже надоела эта тема воды, но хочу в этом видео ее продолжить и рассказать какую информацию я нашла и как ее использую. Все вы знаете, что вот там стоит дистиллятор, вот он блестит. я сейчас пью дистиллированную воду, уже месяц пропила, забыла о таблетках от головной боли, наверное, месяца два назад у меня просто была мигренна, или как сказать, ну, в общем, мигрень, я очень сильно испугалась, и дочь ко мне приходила, и уже хотели вызывать скорую, но купили таблетки именно от мигрени, и вроде как на этом все закончилось. На третий день мне полегчало, и все. А потом случилось то, что случилось, и я стала думать о здоровом образе жизни. Так вот, в общем, дистиллированная вода. Много за и против, но я считаю, что это лучше, чем пить очищенную воду через фильтры, кипяченую воду, ну, и вообще, там, воду из-под крана я вообще не советую пить, и даже родниковую воду тоже не советую пить. Вот расскажу о своих мыслях. значит, у воды есть такие показатели, как PH и ОВП. Не путать с ВВП. Значит, что такое ОВП? это окислительно-восстановительный потенциал. Существуют специальные приборы, которые измеряют этот ОВП, измеряют PH. Может быть, со временем мы такой прибор приобретем, ну, пока как-то нет на это средств, хотя стоит он недорого, там полторы-две тысячи, но даже и сейчас как-то нет возможности выделить эти средства, чтобы его купить. Что такое, значит, что он измеряет? Ну, PH понятно измеряет, PH должен быть около 7 единиц, это нормально, я так понимаю, для того, чтобы употреблять эту воду. А вот ОВП, это я не знаю, в чем измеряется, какие это единицы, но это показатель воды, который нам показывает живая она или мертвая. Из крана у нас течет мертвая вода, и там вот этот ОВП где-то плюс от 150 до 300 со знаком плюс. А вот чтобы сделать живую воду с отрицательным так скажем зарядом, это нужно постараться, либо пропустить ее через активатор воды ионизировать, либо настаивать на дистиллированной очищенной воде, повторюсь, очищенной воде. Почему-то все говорят, что дистиллированная вода это мертвая вода. Нет, друзья, это нейтральная вода и это чистая вода. Да, там нет минералов, но я считаю, что она, ну, выражение это мертвая вода не совсем правильное. Я бы сказала, что это просто чистая вода. Причем чистая вода и в энергетическом, так скажем, мусоре или информации. Кто этим занимается, те знают, что вода умеет записывать информацию и я не могу даже представить, какая там информация записана в той воде, которая течет у нас по городским ржавым трубам и так далее. Но это уже другой вопрос. Так вот, я задалась целью сделать из дистиллированной воды живую воду. Что я делаю? Я замачиваю в дистиллированной воде различные крупы, можно даже замачивать овощи, ту же самую морковку, но я сейчас пока занимаюсь рисовой водой и водой настоянной на овсе, овсяных хлопьях. Вот с утра я замачиваю либо рис, либо овсяные хлопья. На следующий день утром я сливаю воду из этих либо риса, либо хлопьев. воду выпиваю, а рис или овсяные хлопья я потом применяю. На рисе варю кашку, на овсяных хлопьях тоже могу варить кашку, а сегодня я испекла овсяную лепешку. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая овсяная лепешка получилась у меня. Я думаю, понятно. залила вчера утром овсяные хлопья. Они у меня вымачивались. Водичку эту попила. кстати, эта вода после такого вымачивания так скажем, чего-либо, она имеет отрицательный заряд. У меня пока повторюсь, нет этого прибора, который меряют. я верю тем людям, у которых есть прибор, они меряют, и у них получается там минус 300, минус 500, на разных семенах разный получается отрицательный заряд. И вот эта вода считается лечебной, живой, то есть нашему организму не нужно тратить силы на переработку воды, то есть наша кровь имеет отрицательный заряд, то есть наша кровь живая, и когда мы пьем мертвую воду, повторюсь, эта вода либо из-под крана, либо родниковая, неважно, но она считается мертвой. Нашему организму нужны силы, нужна энергия, чтобы переработать даже эту воду и превратить ее в живую, я имею ввиду в нашем желудке, кишечнике и так далее. Вот. А вот эта водичка с отрицательным зарядом, она считается живой. а вот на этих хлопьях я вот испекла такую лепешечку, сейчас расскажу, как я ее делала. То есть, вот эти хлопья, которые у меня остались после замачивания, я добавила туда одно яйцо, немножко посолила, добавила немножко ложки две растительного масла, щепоточку соды и немножко муки. Замесила такое, но оно должно быть не очень густое тесто, но такое, наверное, как на оладьи, может быть, чуть-чуть гуще. И потом смазала сковородку растительным маслом, вылила вот это тесто и накрыла крышкой. И у меня есть вот такая штучка, поставила на вот такую штучку эту сковородку, ну, чтобы от огня было подальше, на медленный, самый медленный огонь. И у меня выпекалась эта лепешка полчаса. Потом я перевернула ее в обратную сторону, ну, то есть на другую сторону и еще уже при открытой крышке выпекала где-то минут 10. Очень вкусная лепешечка. Заварила себе чаек, помазала маслом, сыр положила и в общем вот такой вот, я считаю, полезный завтрак. Если нет хлеба в доме и не хочется идти, там может быть гололед на улице или непогода какая-то, можно запросто вот так быстро сообразить дома вот такую лепешку и кушать вместо хлеба, да, и я бы сказала это прям как ну, что-то такой, десерт какой-то. вот здесь стоит прибор который тоже делает живую воду Ива-2 называется и я дистиллированную воду покажу вот Ива-2 сильвер здесь еще была насадка серебряная я ее использую но в общем она у меня в баке лежит где у нас запас воды на дне и как бы там она с ней тоже нужно быть осторожно нельзя пить часто серебряную воду ну и какие-то полезные свойства конечно же эта вода имеет в этом приборе была инструкция и там можно все почитать живой и мертвой воде так что сейчас у меня все нормально я не пью ну как сказать не пью дистиллированную чистую воду а делаю ее мало того что она очищенная она еще и заряжена так скажем живая вода еще я купила сейчас покажу здесь у меня баночка стоит в магазине купила фосфат магния вот пересыпала сюда там такие кристаллики вот прям на кончик ножа или на кончик чайной ложки могу добавить тоже в водичку и пью так что вот поделилась я с вами какую воду я пью и почему сейчас вот еще один час три часа нужно для того чтобы приготовилась три литра дистиллированной воды и я выключу дистиллятор да еще друзья вот та вода которая у меня на веранде стоит как запас в баке на 90 литров она ну уже так скажем отстоянная да то есть прошла фильтр жесткой очистки хлор из нее выветрился все что слишком тяжелое осело на дно и я заметила что если я ее использую это намного лучше чем просто наливать в дистиллятор воду из под крана там меньше остается вот этой накипи вот этих тяжелых металлов всяких солений органических которые остаются после приготовления дистиллированной воды на стенках вот этого кувшина дистиллятора я смотрела много видео и люди показывают что остается в дистилляторе после приготовления воды у меня такого безобразия нет может быть люди не чистят дистиллятор каждый раз после приготовления я не запускаю это то есть вот у меня вода приготовилась я в дистиллятор наливаю буквально там ну капельку уксуса и все это протираю и у меня дистиллятор чистенький всегда блестит внутри то есть я не довожу его до такого состояния что потом это просто не очистить но посмотрев видео я не знаю где люди берут эту воду такую как будто в болоте набирают и то что я вижу внутри дистиллятора в некоторых видео меня просто в шок в какой-то повергает потому что это просто просто жесть или у нас более качественная вода или просто люди не чистят дистиллятор сразу а потом как бы там на стенках остается такое что это ужас вот сейчас приготовится водичка я пойду в поликлинику на процедуры по поводу здоровья сразу хочу сказать у меня все налаживается в общем не хочу сглазить но все хорошо прихожу в норму спасибо за ваши комментарии которые вы писали и переживали и мне было очень-очень приятно то что вы помните меня то что беспокоитесь почему меня так долго не было на ютубе и что случилось спасибо вам мои дорогие друзья мои дорогие зрители думаю что где-то ну к середине февраля уже будем с вами что-то может быть вязать может быть мастерить еще не готова вот та занавеска в макраме там буквально чуть-чуть осталось доделать но случилась вот эта беда со мной вот занавесочку нужно доделать у меня еще планы связать один вот такой вот ковер но в другом рисунке не знаю правда куда я его буду класть может быть еще не построен и беседку но связать очень хочется и да отвечу еще на комментарии многие спрашивают а что вот вы вязали вот этот ковер плед по мастер классу где вязалась салфетка и что так можно любую взять схему и получится ковер друзья я вам так отвечу схема схеме разницы да и наверное ваш вкус тоже имеет значение вот допустим вот это вот ковер связанный вот по этой схеме да по схеме салфетки здесь все видите есть и ажур есть и плотные какие-то такие вот места но вот здесь настолько все такое хорошее сочетание что вот эта схема подходит как для салфетки ну как по мне так она больше даже подходит для ковра ну посмотрите вот как-то все здесь гармонично и плотный узор и такой дырчатый узор вот я считаю что не все схемы салфеток подойдут для ковров ну вот допустим если посмотреть на вот эту схему да ее тоже можно использовать как для ковра да почему нет но мне кажется здесь очень ну такая ажурная схема узора и для ковра я бы ковер вот не стала бы вязать по схеме вот этой салфетки это я просто высказываю свое мнение свою точку зрения ни в коем случае никому ее не навязываю но вот такой мой ответ на вопрос а можно ли вязать ковры по любым схемам салфеток мой ответ нет нужно как-то представлять как это будет выглядеть и понять нравится вам это или не нравится вот эта схема по мастер классу который называется черевна тканына можно набрать в ютубе в поиске черевна тканына и вы попадете на мастер класс там будет легко найти по петельным мастер класс правда на украинском языке но я думаю что можно разобраться были комментарии что как вы вязали на тарабарском языке ничего же непонятно ну я родилась на украине поэтому я знаю этот язык мне было просто если не понимаете ну там настолько такой как сказать хорошего качества мастер класс что можно просто выключить звук если он вас раздражает да и вязать просто по видео там все достаточно понятно вот такая красота получается мне очень очень нравится этот ковер украшает то нашу кровать то диван в другой комнате я люблю менять интерьер а то там были вопросы на видео люди не увидели ковра а куда делся ковер ковер украшал в тот момент другую комнату да Монечка да мой красавец Моня какой же ты красивый ты знаешь об этом какой ты красивый а Монька ну кошмонька ладно мои хорошие разговор ни о чем получился но все таки я немножко с вами пообщалась я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока